Роболэнд 2017. В Караганде прошел третий международный фестиваль робототехники. Соревнования собрали юных изобретателей со всего Казахстана, а также из России и Китая. Участники представили на суд жюри водных роботов, 3D-прототипы, всемирно известных ботов, а также виртуальные миры. Девятиклассник Алихан Саликеев демонстрирует возможности своего маленького робота. По задумке школьника, в будущем робот сможет заменить футболиста. Его разработкой Алихан занимался около трех месяцев. Все управление идет через смартфон. Робот умеет двигаться и делает выпады вперед и назад. В общем, чтобы собрать нашего робота, мы потратили три месяца. И за все время, за то, что мы в процессе создания этого робота, он научился ходить и двигать каждыми частями своего тела. И мне кажется, что это очень хорошее достижение за это маленькое короткое время. Фестиваль робототехники стал по-настоящему грандиозным событием в жизни сотен школьников, увлеченных инженерными проектами, программированием и конструированием. Ведь именно здесь участники получили возможность продемонстрировать свои изобретения. Каждый старался поразить жюри оригинальной задумкой и творческим подходом. Главным судьей соревнований стал преподаватель Санкт-Петербургского национального исследовательского университета Александр Капитонов. Он отметил, что фестиваль в Караганде с каждым годом набирает все больше оборотов. Я могу сказать, что вот на протяжении трех лет уже наблюдаю за данным фестивалем. Все начиналось с небольшого количества участников. Это был, можно сказать, такой городской больше фестиваль. А сейчас это уже стал полноценный, крупномасштабный фестиваль, который приглашает и иностранцев. И в прошлом году приезжали из Европы участники. Третий международный фестиваль робототехники проводит Управление образования области. Лучших выбирали по 23 номинациям. Если мы первые годы проводили только там по 5-6 номинациям, то сегодня представляется соревнование по 23. Кроме того, в рамках фестиваля мы проводим обучающие семинары для наших педагогов. Потому что, конечно, именно через развитие педагогов мы будем развивать наших ребят. Укрепляем, конечно, и материально-техническую базу для развития робототехники в области в целом. В последние годы в Караганде увеличилось количество лабораторий по робототехнике. Если в первые годы их было всего 30, то сейчас кружки есть практически в каждой второй школе. А это значит, что растет и количество увлеченных школьников. В этом году в соревнованиях приняли участие около 400 команд, а это 800 учащихся. Айом Амрина, Исламбекус Пан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.